Символично, что триумфальная арка в Новокубышевске открыта в день воинской славы. 2 сентября – дата окончания Второй мировой войны и в то же время к юбилею города. Еще один символ подвига советского народа украсил проспект Победы в день, когда Новокубышевск отметил 65-летие со дня основания. В торжественной церемонии принял участие губернатор Николай Меркушкин. Глава региона отметил, что отныне эта дата будет вписана в историю города. И я уверен, пройдет десятилетие, столетие, будущее поколение. Эту память никогда не забуду. Триумфальная арка классической формы высотой 15 метров. Ее украшают 700-килограммовые барельефы. Сооружение заложили накануне 70-летия Великой Победы по инициативе ветеранов Новокубышевска. А деньги собирали всем миром. Мы сегодня хотим от имени ветеранов поблагодарить всех горожан города за тот вклад, который они внесли в строительство этого красавца. Прекрасное сооружение, прекрасный объект. Еще один памятник, который открыли в Новокубышевске в день города, герой социалистического труда, основателю градообразующего предприятия. Анна Сергеевна Федотова была первым директором завода синтетического спирта, 60-летие которого также отмечается в этом году. Сегодня Новокубышевск невозможно представить себе без нефтяного и нефтехимического производства. В памятник открыли молодые сотрудники предприятия. Для участия в церемонии приехали правнуки Анны Федотовой. Она была достаточно строгим человеком, очень ответственным, очень заботливым человеком. У нее не было даже сберегательной книжки. Она свою пенсию направляла на благотворительные всякие цели. Ну и жила, конечно, в том числе на нее, естественно. А вот официальное открытие нового ледового дворца в Новокубышевске состоится в конце ноября. Это будет единственная крытая ледовая арена в Новокубышевске. Сегодня дворец готов уже на 85%. Глава региона отметила, что в нынешнем виде пространство на трибунах используется нерационально. При желании можно установить дополнительные посадочные места. Края можно мыла. Еще под зону тоже поставить. Везде вот так в одном месте, во втором еще 100 мест. Одна, даже 150 мест. Торжественная часть праздника проходила на стадионе «Нефтяник». Юбилей города, в котором каждый третий взрослый человек трудится в нефтяной промышленности, имеет особое значение для всего региона. Задача сделать Новокубышевск самым благоустроенным городом, чтобы новые поколения горожан также гордились своей малой родиной. Почти 15 тысяч человек новокубышевцев работают в отрасли нефтяной, нефтяной и газовой промышленности. Конечно, это даже для Самарской области очень много. А если брать всю Самарскую область, то почти 30 тысяч человек работают у нас в этой отрасли людей. Это основа нашей экономики. Это основа нашего бюджета. И это основа нашего развития. Глава региона вручил правительственные награды лучшим сотрудникам, тем, кто внес наиболее весомый вклад в развитие предприятия и города в целом. Поэтому город, безусловно, наш, родной, связь мы с ним никогда не теряли. По возможности стараемся помогать. Город, безусловно, меняется. Улицы благоустраиваются, значит, благоустраивается сам город. А завершились торжества уже поздно вечером. На стадионе состоялся праздничный концерт, после которого город украсили залпы фейерверка. Олег Зверев, Константин Головин, события.